Здравствуйте, здравствуйте! Я Дмитрий Фёдоров. Добро пожаловать в пенсиональный вечер на Матч ТВ. Я стремительно представляю гостей. Управляющий директор МХЛ, двукратный чемпион мира Алексей Морозов. И заслуженный тренер России Игорь Николаевич Тузик. Из Советского Союза. Из Советского Союза, конечно же, тоже. Но сейчас не о Советском Союзе. Сейчас мы говорим о ночной игре сборной России против сборной Северной Америки. Победа со счетом 4-3. И 4 шайбы, заброшенные за 6 небольших минут. Что это было? Североамериканцы дрогнули, потому что у них было меньше времени на восстановление. Или сборная России сумела так здорово прибавить? Ну, есть времена, когда они так проваливаются. Молодежный чемпионат мира тому пример. Когда мы умудрились в третьем периоде, так же выиграть. Алексей, можно сказать, что молодости свойственна нестабильность. И именно поэтому второй период провалили североамериканцы? Да, у них какой-то момент был, вот во втором периоде провалились. И наши воспользовались. Это хорошо, что... Ну, у нас тоже ребята такие молодые забивали. Поэтому наши молодцы. Ну, в третьем периоде, конечно, пытались играть на удержание. Поэтому пропустили. Ну, хорошо, что довели игру до победы. Ну, может быть, здесь еще один момент. Тренер североамериканцев, видимо, не понял в том, что русские могут так лихо запрячь тройку лошадей. Игорь Николаевич с патриотическим воззванием. Теперь давайте особо отметим голу Евгения Кузнецова. И сравним с шайбой, эстетской шайбой, которая была заброшена на чемпионате мира в России. В ворота сборной Швейцарии. Евгений умеет побаловать. Вот Алексей Моронов уже отметил важную тему. Что в противостоянии с молодыми североамериканцами у сборной России отличились хоккеисты, которые добились победы на молодежном первенстве в Бахло. Два игрока. И еще более молодые. Кучеров и Наместников. Это символично. Это закономерно. Я думаю, что тренер доверил молодым. И они смогли раскрыться. Эти соревнования Кубок Мира дают возможность не только нашим игрокам, но и другим игрокам, которые попали в национальные команды, дерзать. И наши дерзнули, если можно так выразиться. Ну, молодцы ребята. В принципе, забивает всегда команда. Пятерка, кто на льду помогли. Но вот здесь индивидуальное действие Кузнецова, конечно. Он молодец. Никто не ожидал, что он пойдет обострять. Пойдет, полезет на ворота. Вроде его в угол загнали. Но он вылез. И это уже у него такой не первый гол. Он нам показывал. Поэтому индивидуальное мастерство здесь сыграло свою роль. Он получил пас в окружении трех игроков. Но его никто не стал атаковать. Вроде бы он шел вдоль борта. Но он эту возможность полностью использовал для себя, набрав скоростные возможности. И индивидуальное мастерство его, которое позволяет ему сделать, обыграв клюшку, подпустил противнику под клюшку. И хорошие руки длинные исполнил. Но есть нюансы, за которые можно покритиковать Евгения Кузнецова и других хоккеистов сборной России. И вот тревожно. Обратите внимание, что творит Кузнецов в начале встречи. Это просто безобразие. Он мог получить удаление за задержку соперника неоднократно. Такое впечатление, что он опрашивался. И вообще невероятное количество удалений у сборной России, немотивированных. Это просто бич. Ну вот здесь нужно отдать это не только. Это врожденный рефлекс внутреннего чемпионата. Многие, конечно, все воспитанники внутреннего чемпионата. У нас это позволяется. И судьи это пропускают. Сейчас перестали пропускать. Сейчас, вот сейчас, на этом кубке, здесь судят всех. Тот, кто касается рук. В районе рук. Любая задержка, любой подбив, две минуты. Алексей, не дорабатывают ногами. Я думаю, не успевают, не дорабатывают. Ну вот здесь он даже вот этот пример показал. Он бежит, бежит за ним, не успевает. И постоянно хочет зацепиться. Может быть, эмоции немножко играют. Но здесь надо в голове держать постоянно. Потому что такие игры важные очень. У нас вот вчерашняя игра была очень важная. Для нас все решало. Судьбоносные, фактически. Да, поэтому одна ошибка, одно удаление может игры решить исход матча. Поэтому надо ребятам держаться и думать о том, что когда они выходят на площадку, что они делают. Да, вот упрекают тренерский штаб за то, что Телегин всего лишь на одну минуту меньше Овечкина играл. А это все из-за удаления. Удаление съедает игровое время Овечкина, которое в меньшинстве не выходит. Какие претензии к тем людям, которые играли в меньшинство? Никакие. У нас сейчас есть на связи Александр Бедарев из Торонто. Он сейчас что-то невероятное нам расскажет, Игорь Николаевич. Уверяю вас. Спрятался там. Дим, спасибо большое. Я думаю, Игорь Валерьевич Никитин расскажет нам все. Потому что мы сейчас находимся в отеле у сборной. Буквально через несколько минут у команды собрания. Где, Игорь Валерьевич, я так понимаю, будет разобраться в вчерашней игра? Нет, мы поздравим Сергея Бобровского с днем рождения. Ну, какие-то определенные нюансы по распорядку дня. Завтра и послезавтра уже будем разбор и готовиться к финам. Хорошо. Если возможно, для программы «Континентальный вечер» такой короткий разбор вчерашней игры. Что удалось, что не удалось, на чем хотите работать? Ну, еще раз поздравляем с большой победой. Ну, удалось выиграть. Прежде всего, очень важно было. Ну, не удалось, что дали вернуться в игру. Ну, молодцы, что выстояли. Ребята полостались до конца. Это главный плюс. Раз за разом говорят о важности спецбригад. И почему-то делают акцент на большинстве. Я спрошу про меньшинство, которое может быть еще более важным. Как вы оцените этот аспект во вчерашней встрече? Ну, эти два аспекта очень важны. Большинство и меньшинство. В современном хоккее 5 на 5 тяжело забивать. Поэтому и тот, кто выходит в большинстве, тот в меньшинстве большой вклад носит в победу. Если позвольте, коротко. Как Телегин себя чувствует? Потому что он ловил себя шайбу неоднократно. И даже в студии сейчас отмечали это. Ну, я думаю, что это, в принципе, нормально. Это должны делать ребята, которые выходят в меньшинстве. Выполнял свои профессиональные обязанности. Молодец. Надеюсь, что он будет здоров. И в следующем матче примет участие. Спасибо, Непуха. Игорь Валерьевич, спасибо большое за это интервью. Спасибо Марату Сафину, представшая команды. Ну, а что касается сегодняшнего дня у команды, то тренировка стояла по расписанию на 11 часов местного времени. Ну, как вы понимаете, после такой игры буквально через 12 часов выходить тренироваться на лед. Но это на самом деле неразумно. Тренировки у команды не будет. Ну, а в пресс-центре в течение дня запланировано общение Олега Знарка и нескольких игроков с журналистами. Вот так здесь строят работу со СМИ. Такая вот информация из стана сборной сейчас. Спасибо большое, Александр, за это жизнерадостное включение. Сейчас посмотрим рекламу, а потом обсудим следующего соперника сборной России. Сборную Финляндии. Сегодня на Матч ТВ будет трансляция «Локомотив Спартак» в рамках ХКХЛ. Поговорим про МХЛ. Ну, а сейчас с гостями обсуждаем грядущего соперника сборной России на Кубке мира, сборную Финляндии. И послушаем легенду финского хоккея, тему Селянны. Когда у тебя молодая команда, ты понимаешь, что сразу все не произойдет автоматически. Они ведь не могут купить в магазине игровой опыт. Ребятам надо просто играть матчи, становиться старше, быть лицом к лицу с вызовом и опытом. Молодым парням надо еще поучиться многим вещам. Сейчас у нас новое поколение, и они выросли вместе и продолжают расти. Они учатся выигрывать вместе, как команда. Это нелегко, и на это понадобится время. Я думаю, что финская сборная сейчас — это набор молодых талантливых ребят со своими индивидуальными качествами. Мы начинаем выстраивать вокруг каждого, в зависимости от индивидуальных качеств, игру в команде. Думаю, что мы уже проделали отличную работу. Наши ребята уже успели побывать звездами. Понимаете, тут нужна всесторонняя поддержка, понимание. И мы, как игроки, которые намного старше, мы собрались вместе и пытаемся пошагово собрать новую финскую сборную. Это страсть для нас, для нашего хоккея и страны. Селяны постелил соломку, очень аккуратно и доброжелательно, намекнув на то, что эта сборная должна выстрелить впоследствии, не обязательно сейчас. Но у меня к вам вопрос. Почему у них есть Ахо и Лайны, а у нас звезд такого возраста, 20-летних нет? Дима, давай я приду еще на одну передачу, которую мы посвятим именно как раз молодому поколению. Вот у них очень хорошее растет поколение. С чем связано? На заре туманной юности моей многие тренерские кадры приезжали в бывший Советский Союз учиться у нас. Проходили практику во всех командах и, в частности, в команде Крылья Советов. Многие наши ведущие тренеры, которые сейчас уже стали ветеранами, работали в Финляндии, заложили, передали. Юрдинов, майор, вот как раз тренировка сборной в Финляндии, которая многим обязана, вот этим вот самым православленным людям. И финны умеют благодарить за это, и в том числе и селяны. Они все прекрасно впитали в себя. Их трудолюбие, скрупулезность, оно и дает отдачу. И это мы сейчас пожинаем. На молодежных чемпионатах мы это на себе прочувствовали. К сожалению, у нас сейчас, наверное, пожалуй, я так скажу, самое слабое звено – это детские тренеры. Алексей, согласен? Ну да, конечно, в школах надо работать, и детей сразу с первых шагов в хоккей надо обучать катанию. Смотрите, как в финной все катаются сейчас, все американцы. Мощность. Потому что, да, люди занимаются с детства, и уже ребята выходят из детской и юношеской спортивной школы уже готовыми хоккеистами. Им нужен толчок, дать им немножко взрослого хоккея, образования, понимания, как играть. И они показывают хороший хоккей. Вот у меня сейчас, я уже сейчас готовлю диск с хорошим катанием. Туда будут включены Валерий Васильев, Вячеслав Фетисов, Бобби Ор. Ждем выхода диска, как за рубежом ждут выхода. Это подборка, это показать детям. Какой-то новой группы, мы ждем диска от Игоря Николаевича. Какое правильное катание. У нападающих, пожалуйста. Отлично, Игорь Николаевич. Ждем, ждем. А я у вас хочу спросить, вот грядущая встреча со сборной Финляндии, это будет матч-реванш за то, что произошло в России весной, нынешней весной. Ведь мы проиграли две встречи перед началом чемпионата мира, а потом еще полуфинал. И так получилось, что в составе сборной Финляндии 10 хоккеистов, которые приезжали в Россию, а в нашей команде вообще 12 игроков. Можно говорить о том, что так или иначе воспоминания о тех играх будут присутствовать? Ну, просто будут готовиться, наверное, к этому матчу и делать выводы из последнего поражения, которое было на чемпионате мира. Три поражения было, вы знаете, три у сборной России. Да, ну, тренерский штаб сделает выводы и построит игру так, чтобы не допустить до поражения. А так, в принципе, я думаю, ребята выйдут и будут думать только о победе, о том, чтобы им сделать свою задачу, которая перед ними поставлена на этом Кубке мира. Будут свежи воспоминания, Игорь Николаевич? Их нужно выбросить и ставить перед собой конкретную задачу этого матча. Почему? Потому что мы так сейчас уйдем еще и в Турин, и уйдем еще дальше. Не будем уходить. Мы сейчас уйдем на рекламу. Выбор гостей на сегодняшнюю программу был не случайный, потому что мы сейчас говорим про возрождение крыльев Советов. Дело в том, что Алексей президент этого молодежного хоккейного клуба, а Игорь Николаевич больше 10 лет работал в крыльях Советов. Сейчас мы вспомним, каким этот клуб был 19 лет назад, в 97-м году, когда Алексей уехал за океан в Питцбург-Пингенск. Во-первых, очень были красивые церемонии перед началом встречи. Барабанщицы! По тем временам что-то совершенно невероятное. Вот такие колоритные люди приходили на трибуны, и Алексей был главной звездой в Сетуне. В 97-м году он в составе сборной России на Чесской поэштабной забросил 5 шайб из 6 ферил в чемпионате, и его подписал Питцбург-Пингенск. Невероятные были времена! Ну да, отличные времена были. И барабанщиц мы помним, и атмосфера, которая царила во дворце. И сейчас мы на матче открытия, это уже у нас были барабанщицы, чтобы наши болельщики, которые пришли, которые соскучились по хоккею, 6 лет не было хоккея в Сетуне, они вспомнили те времена и почувствовали ту атмосферу. Поэтому очень благодарны болельщикам, они пришли на первую игру, почти полный дворец, и на вторую пришло полдворца. То есть люди соскучились там по хоккею, и мы рады, что мы им устроили праздник. И это праздник и для нашей школы хоккея, крылья советов, что у мальчишек теперь есть прямой путь в профессиональный хоккей. Игорь Михайлович, чем отличались крылья советов от других столичных клубов? Был ли свой стиль, свой почерк? Хороший вопрос. Вы опять задаете, у нас не хватает с вами времени раскрыть. В двух словах, Игорь Николаевич, краткость, сестра таланта. А вы талантливый, еще тренер. Масса своих воспитанников, которые забиваются в команду. В каждой возрастной группе есть ребята талантливые, которые приходят в основную команду. Это основа. Вот, вот, поэтому очень хорошо мы сейчас поговорим про возрождение крыльев советов. Вот вы сказали про воспитанников, и команда возродилась. Какие у нее цели и задачи? Ну, целью мы сейчас, мы сразу уже два года будем играть в молодежной хоккейной лиге, воспитывать своих ребят. В этом году мы уже защитили своих ребят, кто выходили, надеемся, на следующий год. 2000-й год выходит у нас, там есть хорошие перспективные ребята, мы за ними уже следим. А через года два-три нам, конечно, еще и дворец надо подреставрировать. Все-таки он не проходит по регламенту кондентальной хоккейной лиги. В другой мы не хотим переезжать, хотим, чтобы хоккей был только в Сетане. Это наша цель, это наша задача. Будем к ней стремиться делать совместно все для того, чтобы крыльев советов жили. Игорь Николаевич, крыльев советов сумели сохранить свою детскую и юношескую школу, о значимости которой вы только что говорили? Ну, безусловно, она выступает в своей школе, и там достаточно много игроков ежегодно выходят. Я знаю, что там и продают ребят, и перекупают. Другой вопрос в том, чтобы сохранить, даже если они уходят в другие клубы, их сохранить за этим клубом. Может быть, чтобы дать им возможность, чтобы они поиграли там, но возврат должен быть. Но всегда, во все времена, крыльевские игроки играют практически во всех клубах КХЛ. Очень важно доверие молодежи. Кстати, недавно об этом в интервью сказал Евгений Кузнецов, что за океаном доверяют молодым. Посмотрите, как доверяют молодым в России. Сейчас, после отъезда многих ведущих хоккеистов, Клин Костин в дерби. Спартак, Динамо, выходит на первый буллит. Ему 17 лет. Это же невероятное тренерское доверие. Да, это, конечно, тренер доверяет. Увидел парня молодого, талантливого, техничного. И самое главное, почувствовал его психологию, что он не дрогнет при таком аншлаге, знаете, и такой тяжелый матч, дерби. Он вышел и разобрался с вратарем. Победный буллит Игорь Николаевич. Рисковал тренер Сергей Орехов? У этого мальчика, вот если кто-то посмотрит, хорошее чувство дистанции при обыгрыше. Это не воспитывается, это внутри у человека. Поэтому тренер увидел и доверил этому. То есть это нашли. Я бы еще отметил, что он, по-видимому, обладает лидерскими качествами, потому что был капитаном в юниорской сборной России. И сейчас на мемориале Глинке он забросил победную шайбу в ворота канадцев. Мы победили канадцев 2-1. То есть он в порядке в своем возрасте. Ну, молодец. Значит, есть у нас все-таки такие таланты, которых надо расти, которых надо правильно вести, чтобы они не заканчивали через 2-3 года и пропадали. А наоборот, они развивались. Больше игрового опыта, чтобы у них было играли. Здесь класса можно привести примеров из истории. Он, сидящий здесь, Овечкин, который играет сейчас, также начинали, им доверяли, возможность в 17 лет давали играть в основных составах. Пряхину, Харину и достаточно Немчинов. Там это все те ребята, которые проходили. Тот же Ромашин, Тюменев, им тоже доверяли и давали возможность играть. Все зависит от того, политика должна быть клуба. Вот очень хорошее резюме Игоря Николаевича. Клубная политика может привести к тому, что у нас молодые хоккеисты заиграют. Я благодарю Алексея Морозова и Игоря Николаевича Тузикова за участие в нашей программе. Далее в прямом эфире Матч ТВ «Локомотив Спартак». Всего хорошего. До свидания. Пока. Встретимся на хоккее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова